Навсегда! Ты с нас отправлял работу? Навсегда! А надо заново так бросать. Всем бодрый привет! Я тут с удивлением для себя обнаружил, что последняя подборка с пуэрами у нас выходила почти полгода назад. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, время летит, и надо бы заварить, чтобы замедлиться. А во-вторых, пора порадовать вас свеженькой подборкой с добротными шухами. И если предыдущие два видео были с пуэрами до 1000 рублей, то сегодня мы поднимаем планку аж до 2000. А определяющим фактором делаем прессовку классическим 357 граммовником. Так что этих блинов вам и хватит надолго, и дыру в бюджете они не проделают. Можете использовать эту подборку как ориентир в бесконечном мире китайского чая. Но только не забудьте лайк поставить и подписку на канал Чайной Мастерской оформить. Ну и как говорится, пуэрного шила в мешке не утаишь. Так что будем начинать. Открывает нашу подборку бессменный топселлер последних лет. Шу Пуэр. Императорский дар. За свой ценник просто сказка. Замечательный шум. Я долгое время таскал его с собой в качестве портфельного чая. А так как мой портфель со мной большую часть времени, я мог заварить императорский дар на внеплановых встречах с друзьями, на природе и на студии. Упаковывал его для хранения в специальный зип-пакет для пуэров, пока не купил себе чехол. Нравится? Очень. Густой и насыщенный, как и подобает добротному гунтину. Аромат сливочный, молочный, пломбирный. Во вкусе доминируют сливочные и древесные ноты. Они особенно явно проявляются при заваривании в гайване. По воздействию никаких нареканий. Тонизирует, концентрирует, собирает. В чайной мастерской мы одинаково внимательно относимся к выбору как премиальных шу, так и вполне бюджетных вариантов. Поэтому смело берите, заваривайте и наслаждайтесь. Собственно, по фактам, это выдержанный шу-пуэр из уезда Мэнхай. Спрессован в апреле 2014 года. Сортность гунтин, то есть в купаже преобладают чайные почки. Такой чай еще называют императорский или дворцовый. Стоит недорого, пьется легко. Одинаково хорошо проявляет себя как при заваривании проливом, так и при настаивании в термосе. Поэтому можно смело заваривать с собой на работу или на учебу для вдумчивого и эффективного труда. Заваривать рекомендую в первой половине дня. А чтобы не быть голословным, еще приведу пару комментариев с нашего сайта для социального подкрепления. Пишет Алексей. Мягкий, приятный, легкий. Улыбаюсь. В набор обязательно. Заявляет Валентин. За эти деньги чай просто бомба. Во вкусе почувствовал молочные нотки, древесные, черный, горький шоколад. На запах орехи, также шоколад, бодрит хорошо, однозначно к покупке. Самое главное, если в термос заваривать, то лучше 4-5 грамм на литр. Вещает Дмитрий. С этого пуэра все и началось. Теперь много какие есть. Более любимые и не очень. Но блинчик этого лежит в коллекции. Как напоминание о детстве пуэрна. На втором месте Мэнхайский дракон 2011 года. Добротный гунтин по доступной цене. Мэнхайское сырье 2009 года. Спрессован в 2011 году на фабрике Тяньнин. Последние 12 лет выдерживался на специализированном складе в Гуанжу. В аромате советское какао, топленое масло, каштан. Настой благородно-коньячного оттенка. Вкус в балансе с преобладанием нот темного шоколада, легкой сливочностью и приятной терплостью. Немного вязки. Хорошо держит пробив. Крепкий, сочный, насыщенный. Прилив сил, бодрое настроение, творческий подъем. Можно смело брать на каждый день. А вот что пишут на нашем сайте. Александр. Добротный шу, напомнил Юнджен Гунтин. Лошадка рабочая. Коммент от Владимира. В целом, добротный шу. Немного пустоват, но зато очень питкий. За свой ценник было бы некрасиво его критиковать. Взял на работу в качестве повседневного. На третьем месте Юнминский шу «Золотое колесо» 2016 года. Что сказать об этом чаю? Добротный шу пуэр в своем ценовом сегменте. Звезд с неба не хватает, но зато дает стабильный тонус на каждый день. Если ищете борый, природный, древесно-копченый шу с нотами прелой листвы, горького шоколада и чернослива по доступной цене, обратите внимание на «Золотое колесо». Крупнолистовое манхайское сырье. Производитель заявляет чайный лист с больших деревьев, собранный близ горы Буланшань. Ценник не отражает подобное качество, но чем черт не шутят. Сырье заготовлено в апреле 2016 года. Спрессован в марте 2022 на фабрике Юнмин. Прессовка неплотная, комфортно ломается руками, если под рукой нет пуэрного шила. Но с шилом же приятнее. Аромат пробудившегося листа мягкий, природный, с нотами копчения. Во вкусе минеральная почва, горький шоколад, древесность, чернослив. Остается на небе, немного вяжущим после вкусе. Настой темного, благородно-коньячного оттенка. Пролива стойкий, пик раскрытия, третий пролив. Дарует тонус, улучшает настроение, приводит мысли в порядок. Рекомендую заваривать проливом, крутым кипятком в посуде из ясинской глины. Если таковой под рукой не имеется, то смело берите толстостенную керамику. В крайнем случае сгодится и стекло с фарфором, но в таком случае следите за тем, чтобы вода не сильно остывала во время чаепития. И пара комментариев с нашего сайта. Пишет Владимир. Как писала Каренина в письме к Мэрилин, колеса любви расплющат нас в блин. Не удержался. Хороший чаек, рабочий, бодрящий. А это комментарии Артема. Интересный шоу, без большого намека на бюджетность, с довольно интересными натуральными природными оттенками, темной древесины, немного шоколада и избыток минеральности. Я не технолог, но на дошу сырье похоже. Четвертый по порядку, но не по значимости, шу пуэр гунтин, перо феникса 2016 года. Добротный шу пуэр из региона Мэнхай, округа Сишуаньбаньнам. Сорт чайного листа гунтин, также известный как дворцовый или императорский чай. Очень красивое сырье. Даже при первом визуальном осмотре оставляет очень приятное впечатление. Прессовка неплотная. Во вкусе явно прослеживаются природные оттенки. Влажная древесина, осенний лес, лесной орех. В дальнем плане присутствует приятная горечь темного шоколада и сладость солода. Остается на небе стойким послевкусием. Чайное состояние мощное. Поэтому, если хотите хорошо спать ночью, то лучше не пейте его во второй половине дня. Или хотя бы не заваривайте слишком крепко. По ощущениям, собранность, концентрация, тонус, воодушевление и подъем. Как и всякий гунтин, довольно быстро уходит в нефть. Поэтому, если хотите получить мягкий настой, то уменьшите время настаивания. Пик раскрытия, третий пролив. Чтобы целиком реализовать потенциал заложенного в этом блинчике сырья, я рекомендую его заваривать проливом, крутым кипятком в глиняной и синской посуде. Отдельно радует ценникам. Такой блинчик не стыдно дарить людям, разбирающимся в чае. И читаем комменты. Говорит Алена. Бодрит так, что сам превращаешься в феникса и можешь улететь. Нефть? Все по фэн-шуй. Комментирует Алексей. Мягкий, насыщенный, проливистый. Утренний настой. Самое то. И в заключение бахнем обзор братьев фениксов. Этому чаю удалось меня удивить. Благодаря ему я с искренним удивлением обнаружил, что в шу-пуэрах бывает вполне конкретная осязаемая нота сыра косички. Она здесь проявлена и в аромате, и во вкусе. Так что для меня это вполне себе интригующий и уникальный шу-пуэр. Разумеется, кроме нее здесь присутствует древесность и горький шоколад. Но их я слышал неоднократно. А вот сыр-косичка это что-то новенькое и пикантное. Ну а фактически добротный шу-пуэр на каждый день в яркой запоминающейся упаковке, на которой изображены два мифических феникса. Приятно вручать в качестве подарка. Дословно название этого чая – Дзинья Гунбин Буланшань. Можно перевести как «Былин золотых почек с горы Булан». Золотые почки в купаже бросаются в глаза при первом же визуальном осмотре сырья. Спрессован в марте 2016 года. За последние 7 лет уже успел основательно отлежаться и прийти в нужный баланс. Звезд с неба не хватает, но в рамках зачета шу-пуэров до 2000 рублей проявляет себя прекрасно. Могу смело рекомендовать для ежедневных чаепитий. И читаем комменты. Александр. Если распробовать, то действительно улавливается вкус сырокосички примерно на третьем проливе. Очень странно и необычно. И лаконично от Алексея. Пуэр, музыка, настроение. У меня все. Вот такая бодрая подборочка, друзья. Изучайте, пробуйте и будьте здоровы. Все ссылки для удобства оставлю в описании к видео. Если было интересно, не поскупитесь на лайк, подписку и колокольчик. Это помогает нам в продвижении чайной культуры на нашей ютубне. Скоро увидимся. Оставайтесь на чайной волне. Чайная мастерская. Чайная мастерская. Лучший китайский чай. Лучший китайский чай. Где? Че? Че, блядь? Смотри. Звезд с неба... Звезд. О, блядь. Смотри. Звезд с неба не хватает. Блядь. С неба. Ну, нет. Звезд с неба не хватает, но в рамках... Звезд с неба не хватает, но в рамках зачета шопуэров до 2000 рублей...